Всем привет! Меня зовут Миша Чербачев и это канал об интернет-бизнесе и интернет-маркетинге. И сегодня у меня прекрасная гостья рядом, Юлия Курилова. Привет, Юль! Привет, Миш! Юлия – это очень известный специалист в области контекстной рекламы, руководитель компании Курилова и Компани, правильно я назвал? И уже давно Юлия занимается контекстной рекламой, насколько я понимаю, еще с 2007 года. Юлия, давай расскажи, пожалуйста, о своей биографии. Вот у меня первый вопрос – это как тебе удалось попасть на работу, на которой люди согласились взять человека с пирсингом в джинсах? Так, а когда ты это прочитал? А пирсинг где был? Так, ну все равно, когда ты это прочитал, интересно. Ну, я искала работу, да, действительно, которая, типа, пирсинг, джинсы, штаны в клеточку, никто не хотел, ну, как, типа, все там со своими стандартами. И была одна компания, «Бегун Украины», которая только открывалась вообще в Киеве. И у ребят было полтора сотрудника, типа, директора, приходящий бухгалтер. Им было все равно, кто будет работать. И это было невероятно просто круто. И они говорят, я говорю, а в джинсах можно? И говорят, да. А еще что-то можно? Да. Ну, и вообще класс, все замечательно. А на какую должность ты тогда пришла? И вообще это была твоя первая работа? Ну, такая официальная, да, это первая работа была. И это была должность модератора объявлений. То есть я начинала с того, что я модерировала объявления по ту сторону экрана. А как вообще «Бегун» был представлен тогда в Украине? Много ли было подключено рекламных клиентов? Клиентов сколько было? Ну, а агентства на тот момент, мне кажется, все работали с «Бегуном», потому что у них была партнерская программа. Они сюда постоянно ездили, постоянно что-то разбивали, сотрудничали. Ну, я в числах уже даже не могу сказать. Наверное, в то время на такие вещи я внимания не обращала, знаешь. Вот. Но то, что в 2007-м я туда пришла, и там уже через месяц или через два мы участвовали в конференции интернет-маркетинг. Еще в театре кукольном проходил. В общем, такой уровень развития рынка был. И потом стала участвовать в том, что проводил «Бегун» тут. Расскажи, какой был тогда уже рынок? Яндекс, Google, «Бегун» именно в области контекстной рекламы? Сложно. Google был загадочным, потому что был только Дима Шаломко. И все, и больше никого не было. И все только где-то там на форумах читали, как что-то сделать в Google, как там заплатить Google, какие там еще вопросы решить. Ну, такое, знаешь, типа это было вообще супер, так типа скрыто. А «Бегун» выезжал на том, что вот офис, пожалуйста, вы можете прийти пообщаться, вы можете на конференцию сходить, которую «Бегун» организовывает и так далее. Ну, я тоже в процентах не могу сказать, кто сколько занимал, но такая считается была. И ты там проверяла рекламные объявления, да? Ну, да, в первом месяце я модерировала объявления. Был свод правил огромнейший, там типа законов каких-то, по которым все это проверяется и так далее. И дальше как складывали страны? Ну, дальше через месяц руководитель вообще компании съездил в Москву на какое-то там собрание. Такой привез мне визитки руководителя отдела по работе с клиентами и так и стал руководителем отдела по работе с клиентами. Ну, сначала менеджером, а потом уже, когда набрали людей, то руководителем. Ну, как-то так. И долго ты проработала «Бегуня»? Ну, в общей сложности полтора года. Но, прости, просто уже некуда было. Я это прекрасно понимала. А я такой человек, который стоять на месте не может. Ну, и, в общем-то, я ушла оттуда. И куда? В чем? Ну, первое, это я путешествовала месяца четыре. Сразу после «Бегуна» на четыре месяца. Да, я всегда увольнялась под билеты. Когда я работала где-то, я вот все, типа, покупаю билеты, потом иду руководителю, говорю, что я увольняюсь, потому что у меня уже билеты. И потом работала в рекламном агентстве «Эхо». Его уже сейчас нету, но там руководителем в этом агентстве был Макс Макаренко. А это был вообще прекрасный опыт. Там такой сильный медиа-отдел был у нас, что до сих пор ходят, типа, разговоры о том, что, типа, это кузница кадров. Типа, на рынке. И ты там работала тоже? Нет, там я уже работала с Эдварцем. Мне кажется, нам сейчас надо повернуть. Что говорит навигатор? Нет, он мне показывает, кто так вот прям. Ага, ну, добрый. Там я работала с Эдварцем. Условие было за месяц выучить Эдварца сдать экзамен. Я его сдала. Поэтому все, кто говорят, что невозможно сдать за месяц Эдварцем экзамен и выучить. Все, я не понимаю. Это какой был год уже? Это был восьмой год. Кризис, как раз. С сентября восьмого года. Кризис еще не начался. Но справка Эдварца, это надо вообще те люди, которые там 10 лет назад занимались этим, они знают, как выглядела справка Эдварца в восьмом году. Там, типа, догадайся сам, каким-то автоматом переведено. В общем, такое. Да, все возможно было выучить. Ну, Ира, вот расскажи про этот опыт работы. Что тебе там запомнилось? Какие были интересные события? В агентстве? Ну да, в целом. С кем работали? Ну, агентство работало с крупными сетевыми какими-то клиентами, типа там Samsung, Neckerman, какие-то огромные либо бренды, либо магазины большие, европейские. Агентство работало, ну, классическая схема, там, медиапланы, утверждения, тендеры какие-то и так далее. Там где-то что-то в медиаплане надо подкрутить, чтобы выиграть тендер. Ну, и получается, а потом нужно подкрутить так рекламную компанию, чтобы это как-то соответствовало. Ну, собственно, агентство запомнилось тем, что был классный креативный отдел. Делали всякие классные баннеры интересные. Ну, в общем, реально стратегии были сумасшедшие, которые реализовывались в рамках, там, этой компании. Делали сумасшедшие сайты. Мы там КМСом гнали трафик на эти сайты. Но это было больше такое развлекательное, что-то там, типа, Samsung что-нибудь, предсайт, не продажи прям. Ну, как-то так мы там развивались. Потом ты взяла путевки и опять куда-то уволилась. Не, потом мне это надоело в том плане, что когда ты работаешь с тендерами, медиапланами и всем остальным, а, и там еще такая тема была, отчеты нужно было делать постоянно. То есть специалист по контексту, там, 3 дня в неделю занимается отчетами, и 2 дня в неделю контекстом, и как-то это постоянно не успевается. Ну, дурацкая схема работы, которая, ну, которая, в принципе, сейчас она и существует в агентстве, когда специалист по контексту сначала делает, там, полнедели медиапланы, потом он полнедели делает отчеты, и 3 часа в неделю работает над тем, чтобы улучшить контекстную рекламу там где-то. То есть тебе в целом нравится, как это установило агентство? Это схема, и я понимала, что пользу миру никакой я в данном случае не несу. Ну, то есть это прямо вызывало катастрофическую, ну, не панику, ну, бешенство какое-то, знаешь, типа меня это ужасно бесило. Ты что, сидишь, сливаешь куда-то деньги в интернете, там, делаешь какие-то отчеты, которые никому не нужны, а как-то где-то, может быть, успеваешь что-то оптимизировать, ну, это вообще ужасно. И поэтому я, когда уходила из того агентства, я думала, что я никогда в жизни AdWords заниматься не буду, и вообще интернет-маркетингом заниматься не буду, и все, ищу себя. Ну, это вот был 2010 год, начало, самое, наверное, да, 10-е. С самого начала я тоже купила билеты, чтобы путешествовать, и уехала. Ну, уволилась и уехала, и полгода у меня тоже не было. Ну, потом... Какие-то в азиатские страны летал? Нет, это была Грузия, Хорватия и разная Европа. Мы на велике катались очень много тогда, и по Украине, и по ближайшему зарубежью. Ну, так, типа, из одного приключения во второе. И потом, ну, где-то в октябре это закончилось, зима впереди, знаешь, холодно. Нужно поработать, да? Ну, и там так получилось, что несколько раз ко мне постучались люди с предложением проводить тренинги по AdWords. Ну, и, собственно, я уже преподавала... В агентствах или для... Нет, так как был статус сертифицированного консультанта по Google AdWords, то это была бизнес-школа. Вернее, это были курсы по интернет-маркетингу, но параллельно потом я стала преподавать в бизнес-школах, параллельно стали приглашать выступать в другие страны. И так получилось, что я... На русском языке, на английском? На русском. Так получилось, что я стала выступать, а потом так получилось, что люди, которые слушали эти выступления, проходили тренинги, стали подходить и спрашивать, а можно вы заказать AdWords? Я говорила, нет. А потом один человек, он своей харизмой продавил меня, ну, он именно улыбается, смеется, знаешь, такое именно правильно. То есть я говорю, типа, так, ну, вам надо там сайт в корне переделать, чтобы все это было нормально, он говорит, хорошо. Ну, типа, через неделю сайт переделан. Потом запустили AdWords, через месяц он звонит и говорит, ты знаешь, я нанял там новых сотрудников, и вообще присматриваю себе там новый офис, и вообще мы склад тут арендуем уже, это был магазин мебели. Ну, как-то с этого проекта я подумала, нифига себе, это может нести пользу, оказывается, миру, а не только там сливать бюджет и веселиться. Если есть время для того, чтобы фокусироваться, да? Да, если ты не участвуешь в тендере и не пытаешься там кого-то впечатлить медиапланом или каким-то просчетом, то есть сама продажа, она в корне неправильная получается. А если ты ориентируешься, ну, вот в классической схеме, да, как это уже на рынке, ну, принято, к сожалению, да, то есть есть некий стандарт. А если ты этого всего не делаешь, а просто делаешь так, чтобы была максимальная конверсия, а был максимально там горячий трафик, закончился горячий трафик, хорошо привлекаем теплый, но максимально качественный. И так далее. Если, ну, из таких целей сходить и не равняться на какие-то отчеты, потому что когда есть медиапланы, то все время там клиент или маркетолог со стороны клиента может спросить, типа, ну, как же, там же не соответствует, вы же напрогнозировали такое, а тут у вас такое. И, короче, понимаешь, это же, ну, я думаю, ты меня понимаешь. Да, я знаю, что ты как бы не делаешь медиапланы. Да, да, да. Вот, и у тебя на канале, ну, мы к каналу перейдем, у тебя на канале об этом очень подробно, ты на эти темы все говоришь. Ага. Вот, но в целом после этого клиента ты поняла, что можно, в принципе, брать еще. Ну, да. Ну, они не то, чтобы брать, они стучались все, я поняла, что это полезно, и это реально круто работает, и люди становятся счастливее, богаче, я не знаю, и так далее. Ну, и после, да, это была точка такая. А на каком этапе ты выбирала, с кем работать уже на том этапе, или... Ну, на том этапе я понимала, что нельзя работать с теми, кто не может поставить задачу. Ну, то есть, бывают люди, мне нужна реклама. Зачем она вам нужна? Ну, ответа нет на этот вопрос. Хорошо, можно так вот, я попробую в роли. Юлия, здравствуйте, мне нужна реклама. Да, то есть, ты говоришь, зачем? Да, я говорю, что вы продаете, кому вы продаете, а в каком количестве вы хотите продавать? Продаю орехи, у меня два команды, надо продать. Но это выйдет странный пример, но если мы говорим о магазине, например, я точно помню, был магазин сумок, и там была владелец бизнеса женщина, которая вообще... Ну, я не понимаю, зачем она этим занималась, но очень часто встречаются в бизнесе, когда ты не понимаешь, зачем владельцу бизнеса этот бизнес, знаешь, и типа она как бы за компанию занималась этим делом, и понятно, что у него задачи как-то сформулированной не было. И когда ты говоришь, что там нужны вложения, нужно показать там товар каким-то образом, ну, то есть, не только реклама, да? Вот я не работаю с теми, кто считает, что контекст – это волшебная таблетка, ну, это до сих пор вот. Если человек приходит, у него какие-то бешеные глаза, он говорит, мне нужна контекстная реклама, ну, я хочу продавать, там, я не знаю, воздух. Я говорю, ну, окей, не контекстная реклама, это продается. Ну, и получается, что там в случае, если я вижу, что контекст не работает, ну, и не сработает, и надо сделать сайт, сделать контент, сделать еще что-то, то сразу отказываюсь. Ну, и бывают продукты, которые просто в контексте не продаются. Ну, с тех пор, да, я так понимаю, появились люди, которые смогли поставить задачи. Да, да, конечно. И в каких странах у тебя в основном появились на тот момент клиенты, и вообще вот с кем ты начал работать? Ну, раньше-то была Украина, позже появилась Россия, позже Казахстан, потом Америка, и сейчас немножечко Европы. Америка – это когда наши, да, заказывают, или, ну, выходили наши, да? Наши, наши иммигранты, которые живут там, ну, то есть мы работаем очень часто с людьми, которые эмигрировали в Штаты, в Европу, сделали там бизнес, и это является нашими клиентами. Ну, то есть заказчик все равно говорит на русском языке, и мы с ним можем, ну, в общем-то, все обсудить, а уже сам язык там английский. Ну, то есть по факту можно сказать, что с 2010 года, да, ты уже работаешь как агентство, да, такое. Ну, сначала ты был фрилансер, да, но со временем это стало агентством. И параллельно ты преподаешь, преподаешь, что сколько я знаю, в Гугле, да, то есть в курсе. Ну, сейчас, в этом году еще ничего не преподавала, ну, вообще, да. Не приглашали тебя в Гугл на работу? Я не знаю, открыто это, ворваться ли секретно. Мне кажется, что это просто настолько очевидно, что вот просто можно сказать капитан. Ну, почему все-таки ты, ну, тебе ценнее свободу, ты хочешь? Да, я поняла, что я не могу работать по найму, я не могу, это работа моя по найму до первой дурацкой задачи. Ну, до первой задачи, которую я считаю дурацкой, ну, типа, она не полезная, сделайте какой-то трехкилометровый отчет, непонятно зачем, ну, в общем, и все. Я на этом, ну, не то, что я увольняюсь, но я сгораю на этом, и поэтому я недолго работала по найму. А, ну, ты сам понимаешь, что творчество, что владеет, ну, когда ты владелец бизнеса, то ты делаешь все, как ты хочешь, и как считаешь правильным, нужным, ну, в общем, и корректируешь, типа, ага, вот эта гипотеза не сработала, давайте чуть-чуть там подвинем в сторону и сделаем вот так вот. О, классно работает, все, поехали. Ну, это вот свобода такая. Скажи, а в каком году ты вообще задумалась над Ютубом, над тем, чтобы, сразу скажу, у Юли, ну, я думаю, что очень многие знают на самом деле, но те, кто не в курсе, у Юли самый популярный в Рунете канал, о контекстной рекламе, и вот по факту, когда ты пришла к тому, чтобы его запустить? Ну, это было тоже так. Не то, чтобы я думала об этом долго. Ты смотрела на англоязычные, да, там, примеры? Я видела то, что я преподаю на курсах элементарные вещи, и люди, ну, смотри, аудитория, которая приходит на тренинги и которая вообще обращается за консультациями, это обычно люди, которые где-то в агентстве, получили услугу, их там, ну, жестко обманули где-нибудь, на чем-нибудь рассказывали какие-нибудь сказки, там, про бюджеты, про ставки. На тот момент, в 12-м году еще очень многие не давали доступа в аккаунты, ну, вообще все скрыто-закрыто, и это была такая, я просто вижу эту боль постоянно, знаешь, мне на курсы каждую неделю приходит 20 новых человек, и я такая, да ёбар с этой, ну, сколько ж можно? Ну, это кошмар, и вот просто из вот этой вот, ну, боли, мне хотелось очень сильно рассказать, что все сильно проще, и вот так начался YouTube, то есть просто рассказать людям и уже давать ссылки тем, кто что-то спрашивает, вот идите сюда, пожалуйста, посмотрите, вот так это делается, и вот так это правильно, чтобы человек мог проверить агентство в случае чего, или там просто сделать самостоятельную рекламную кампанию, ну, вот так, ну, просто зашкаливало количество. Ролики, которые по 100 тысяч просмотров собирают, хотят темы достать. Да, да, я смотрю. Я даже не знала. Да, как думаешь, какой? Ну, наверное, какой-нибудь самый первый. А, ремаркетинги там, вот, настройки ремаркетинга. А, круто. Один из таких популярнейших у тебя роликов. Ну, вот скажи, как вообще начал развиваться канал, что он тебе дал, какие-то новые связи, знакомства, люди начали больше обращаться? Да, конечно. Но вот после, с развитием Ютуба, во-первых, пришли люди, которые в первые ролики я записала сама, потом пришли люди, которые сказали, вот у нас тут площадка для сайтов, может быть, нам было бы интересно, чтобы ты записала видео для нашей справки. И мы это спонсируем, ты можешь это выложить на Ютубе. И, собственно, так появилось еще 2 видеокурса, те, которые сейчас на канале висят. То есть такие знакомства, обращаются люди, которые там площадки. Ну, понятно, что кто-то порекламироваться хочет, а есть люди, которые приглашают выступать куда-нибудь. Ну, это публичность некоторая. Видят специалиста, собственно. Мы хотим, чтобы вы выступили в Казахстане, у нас где-нибудь там на какой-нибудь конференции. Ну, в Белоруссии я очень много раз ездила. Такое. Конечно, ну, публичность, она дает свои плоды. Расскажи, пожалуйста, про вообще рынок контекстной рекламы. Как он развивается, куда он идет, в каких странах, насколько он отличается в разных странах. То есть вообще твое мнение о том рынке, на котором ты работаешь, о его тенденциях. Ну, ты знаешь, я сейчас называю уже, что типа не... Ну, как... Моя идеальная картинка, что рынок контекстной рекламы и специалисты по контекстной рекламе, они должны перейти в специалистов, которые понимают спрос, предложения и находят баланс между вот этим и в том числе помогают клиенту. Ну, просто настраивать контекст... Ну, смысла нету. Важно понимать, кому продать, как это упаковать и как это предложить. Ну, то есть такое, типа, общее. И получается, что рынок контекста уходит уже в комплексные такие решения очень часто, мне кажется, мы сюда. И там, конечно, он разный. То, что тут стоят там копейки, в Штатах стоит 15 долларов за клик или там, или наоборот... Контекст в мире в целом дорожает, да? То есть я знаю, там тематики лоеры, вот видите, Карпенко часто приводит эти примеры. Или у нас вот есть опыт работы с аутсорсингом. Да. Там некоторые клики 100-200 долларов просто за один клик по личным запросам. Причем не факт, что это будет там запрос очень целевой, но ты даже не сможешь собрать аналитику по нему достойно, потому что очень большие бюджеты. Ну, вот тут ты понимаешь, я считаю, что, например, если контекст такой дорогой, то вообще-то очень часто существуют другие методы найти себе клиентов, ну, для бизнеса, да? Для кого-то это стать на выставке со своим оборудованием или там со своим предложением, или выступать на конференциях. Это тоже очень классный источник там канала лидов. Да, ну, просто, ну, часто это слышать, к сожалению, не хотят. Типа, потому что ты говоришь бизнесу, что, ну, давайте мы вам тут клики по 100 долларов дадим, или вы там выступите на конференции, это будет дешевле и выгоднее вам. Ну, в таком духе. Ну, ты часто, вот, бывает, да, такое, что ты говоришь такую правду, что, знаете, контекст вам не выгоден. И в каких тематиках сейчас, вот, в Рунете чаще всего можно столкнуться с такими, ну, с такой формулировкой? Так, ну, это ты поставил меня таким вопросом в тупик. Ну, например, вот, я тебе могу рассказать примеры. Пописалась клиентам на этой неделе, они поставляют сюда игрушки там из Таиланда, которые тут никто не знает, но игрушки классные. Игрушки очень крутые. И они запускают, значит, контекст по каким-то там запросам. Но я четко вижу, что им нужно просто пойти в розетку, стать на розетке со своим товаром, и пойти в Панаму, стать на Панаме со своим товаром. Это будет для них супер-мопер-реклама. И уже повторные продажи, типа, первые они продадут с этих площадок, а повторные придут к ним. Плюс бренд популяризируется, потому что это самый популярный магазин вообще у нас там в Украине, да. А еще можно ставить на хот-лайне, но это, типа, ну, чуть хуже вариант. Но в данном случае там контекст для них работает. Но просто очень маленькое количество трафика и очень плохая конверсия, потому что этот бренд там мало кто знает. А на сайте не развернута информация по бренду, и про бренд они нигде ничего не рассказывают. Ну, то есть, получается, что контекст в данном случае не очень работает. И дешевле выгоднее сделать там другие какие-то действия. Но владелец бизнеса говорит, нет, я это делать не буду, это некомфортно, дешевле, но проще сделать контекст. Ну, как бы обычная схема. Ну, скажи, есть темы, в которых вы считаете уже действительно lifetime value клиентов и не ориентируетесь на то, что там первая продажа должна быть сразу же прибыльной, то есть первый покупатель? В таких темах вы работаете? Да, да, но есть, ну, например, магазин гель-лаков. Мы знаем, что с первой продажи не зарабатывает условно 70 гривен, но при этом лид они готовы покупать по 150. Они для себя посчитали, то есть это внутри владелец бизнеса посчитает, что вот 150 нормальный, и мы вот так вот работаем для первой продажи. Ну, вот и очень важно, да, насколько я знаю, вы работаете исключительно с владельцами бизнеса, да? В общем, я скажу принципы своей работы, вот правда, это вот я все-таки выпытываю именно принципы твоей работы. Ага, ты просто кругами ходишь, да, да, да. Кругами ходишь, да, да, да. Хочется все-таки, да, вот. Ну, принципы работы. Мы не работаем с маркетологами, потому что чаще всего это люди, которые вообще ничего не понимают, ни в рынке, на котором они работают, ну, например, там, они строят какие-то дома, да, там, по канадской технологии, или металлопластиковые окна делают. Так почему я специалист по контексту, съездила на завод металлопластиковых окон, знаешь, разобралась, как это производится, да? Она нет. А типа маркетолог компании нет, и маркетолог компании, когда мы делаем там видеостратегию, снимаем видео, еще что-то, говорит, нет, ну я же не видела производство, я вам не могу тут ничего не утвердить, ничего. То есть получается, что мы не работаем с маркетологами, которые не интересуются продуктом, и не разбираются в рынке, на котором они сами работают. Я не говорю сейчас про инструменты, просто... Не встречала исключения? Встречала, но это... И мы с ними работаем. Но это реально единицы на миллионы. Потому что, ну, к сожалению, к сожалению, так, да, приходит маркетолог в какую-то компанию, у него какие-то там дипломы, он знает, что такое лендинг пейдж, но это может пересказать тебе, но в рынке там клиента, он в итоге не разбирается. Ну, какая-то странная вот штука происходит. И поэтому... И маркетолог очень часто решения не принимает. И получается, что... Еще такая схема иногда бывает, такой треугольник, типа, есть маркетолог, который держится за свое рабочее место, есть владелец бизнеса, есть агентство. И, типа, кто-то сделал отпущение агентства. Типа, там что-то не так? Опа, агентство виновата. А когда мы встречаемся с владельцем бизнеса, то оказываются совсем другие вещи. Знаешь, ну, это настолько... Несколько раз встречалось, так, знаешь, именно ярко и подряд, что мы сейчас уже просто не работаем с маркетологами. И получается, что работаем с владельцами бизнеса, потому что, опять-таки, с ними можно... Они принимают решения, любую стратегию, которую ты им предлагаешь, она, ну, как бы, доказуема на уровне простой логики. Знаешь, у маркетолога это не так обычно. Вот. И получается, что контакт очень сильный идет с владельцем бизнеса все равно. И, в общем, зачем тогда писать письма маркетологу, делать и счеты какие-то для маркетолога, если с владельцем бизнеса можно поговорить о конкретных цифрах, о конкретных результатах. И это супер-мега-правильно, это экономит кучу времени. Хорошо. Принцип один – это не работать с маркетологами. Ну, да. Принцип два – работать с продуктами, которые все-таки улучшают этот мир, которые полезны. Ну, например, мы не работаем с медициной и фармацевтикой. Вообще. Потому что я лишь не считаю, что не было бы маркетинга, не было бы вообще медицины. Ну, в таком духе. Ну, а, например, есть больницы, клиники. То есть это тоже, да, не помогает людям? Ну, в основном, если это операция какая-то срочная, то да, там что-то случилось у человека, нужно, не знаю, травма, сшить там что-нибудь и так далее. Ну, да. Ну, а зубной врач? Ну, я не считаю, что их нужно рекламировать. Ну, я понял. То есть, а какие еще там есть? Ну, потому что… Ну, там, наверное, какие-то там совсем, да, запрещенные? Алкоголь, табак? Ну, конечно. Алкоголь, табак, секс-шопы, всяческие развлечения. Ну, по сути, многие из них и нельзя рекламировать, да? То есть… Ну, наверное, но… Ну, вот. Ну, какими-то… А есть, ну, фармацевтика, да, есть еще, может, какие-то, которые, вот, на твой взгляд… Вот я не рекламирую еще, знаешь, такой ксенон. Это полушутка, но реально. Ну, как можно ставить… Вот, знаешь, я все время еду, когда светит это чудо ксеноновое, ну, сзади догоняют, то, блин, я готова испариться, чтобы он меня обогнал. Я съезжаю куда-нибудь. И только, вот, проедь, пожалуйста, мимо, вот у меня единственная реакция. Ну, вот, я думаю, ты понимаешь. И я вот хочу, чтобы этого не было на дорогах Украины, как минимум. Почему-то в Малайзии, например, этого нет, почему-то в Европе этого нет. Но у нас ставят какой-то такой чудесный ксенон, что потом реально ездить невозможно. Ну, или на встречку едет, тебе тоже такое чудо, и дорогу, типа, ну, вообще тоже там в селе каком-нибудь. В общем, Кирилю Кирилловой все, кто занимается ксеноном, можете не обратиться. Еще можете услышать пару слов. Ну, мы не рекламируем реплики товаров, мы не рекламируем какие-то странные товары, типа там, китайский мусор, я это называю, или мы не рекламируем обувь, которая калечит ноги. Это уги, которые очень популярны, но, к сожалению, носить эту обувь вообще тупо нельзя. Ну, как-то, ну, вообще нельзя, и она модная благодаря маркетингу и популярная. Но кошмар, я бы не хотела, чтобы мои дети в один прекрасный день сказали, мама, купи мне уги. Потому что придется очень долго объяснить, что это совсем разрушит там скелеты, все остальное и так далее. Ты можешь детям просто говорить, что я не кручу контекст, поэтому мы их не вносим детям. Хорошо, скажи, ну, вот есть темы, да, с которыми вы принципиально не работаете, владелец бизнеса, хороший продукт, продукт, который, я так понимаю, в принципе, тебе нравится, да, наверное, ну, и команде, да, то есть. Ну, ну, да, потому что команда все равно не может рекламировать. А если ты не можешь проверить качество продукта, если ты, ну, вот, люди занимаются ремонтами, но ты действительно не знаешь, хорошие они делают ремонты или нет. Ну, вот они говорят, что хорошие. Ну, в этом случае, если, в принципе, продукт относится к категории нормальных, то мы запускаем рекламу все делом, но если мы видим, что в ответ идет, там, например, куча негативных отзывов, которые потом нужно стирать и еще что-нибудь делать, то мы в итоге сливаем таких клиентов. Ну, потому что, когда, понимаешь, продукт может быть крутым, да, вот, ремонт, до какого-то уровня, да, как и услуги, там, интернет-маркетинга могут быть крутыми до какого-то уровня, пока вот агентство не пришло в один месяц тысячу новых клиентов, и они провалились по качеству, потому что нету системы, которая это делает. То же самое ремонт. Он может быть крутым, когда он к нам приходит, но когда в итоге у него там куча клиентов и поток, и владелец бизнеса не успевает следить за тем, чтобы все происходило нормально, то понятно, что тут нужно приостановить рекламу, сделать, чтобы все было нормально, и потом продолжить. Но, скорее, ты знаешь, чаще приостанавливают рекламу, говорят, извините, мы не успеваем там напечатать там фотокниги или еще что-нибудь, или там сделать окна в таком количестве, и потом запускать, когда они сделали те заказы, и запускаем следующее еще. Бывали ли у тебя случаи, когда показатели по рекламе хорошие, да, то есть, ну, действительно, ты видишь, что хорошее объявление, хороший CTR, переходы какие-то, да, то есть, ну, есть конверсия, но клиент говорит, что денег нет. Ну, конечно, бывали, но это все решается быстро. Давайте послушаем ваши звонки. Ну, то есть ставится... Переходя к вопросу, да? Да, да, колл-трекинг, и колл-трекинг очень быстро показывает, что есть звонки, очень быстро показывает, что менеджеры не берут трубку, очень быстро показывает, как менеджеры говорят, потому что я тебе расскажу пример. В ресторане, значит, в Латвии поставили колл-трекинг, и причем сделали так, что менеджеры ресторана, они знали, что там какая-то тема с проверкой там рекламы, но они не знали, что звонки записываются. И звонит, и ресторан говорит, вот у нас, значит, нету, ну, менеджера, которые работают в ресторане, владелец бизнеса этого не знает. Там есть наемный директор, наемные какие-то еще сотрудники, да, которые отчитываются владельцу бизнеса о том, что происходит в ресторане. И, значит, эти наемные сотрудники говорят, звонков нету, ничего не заказывают, банкеты не заказывают, им просто люди вообще не приходят, у нас пусто. Ну, а в ресторане ты не можешь проверить, если ты там не присутствуешь постоянно. И мы повесили этот колл-трекинг, и, значит, проходит там буквально неделя, слушаем звонки, и звонки прекрасные. И один из звонков, типа, звонит клиент, алло, здравствуйте, а можно, ну, там, я хочу провести летом свадьбу на 60 человек. Ему говорят, ой, вы знаете, сейчас нету человека, который занимается свадьбами, она отдыхает, будет завтра после трех, и, короче, звоните завтра после трех. И человек, который звонит, которому нужна свадьба, он говорит, не, ну, а может быть, какие-то детали все-таки вы мне дадите, этот менеджер говорит, ну, нет, завтра, давайте завтра с этим человеком, этот говорит, а может, вы мои контакты запишите. А типа менеджер говорит, да, ну, все-таки завтра, знаешь, ну, в таком духе. Получается, что звонки есть. В данном случае ошибка менеджера или владельцу бизнеса, на твой взгляд? Но, в данном случае, эта ситуация показывает владельцу бизнеса, что есть косяк с менеджерами. А получается, что владелец бизнеса действительно не знает, что у него происходит внутри, и он... Потому что он, может быть, не настроил так же, да, эти процессы. Так очень часто же, так и бывает, что если есть исполнительный директор, почему мы с исполнительными директорами тоже не работаем. Потому что очень часто между владельцем бизнеса и исполнительным директором, и не дай бог, там еще есть маркетолог, там такая дезинформация происходит, что когда, ну, вот я как, получается, мы с этим динамическим пришли не к менеджеру ресторана, не к исполнительному директору, мы пришли к владельцу бизнеса и показали, вот так общаются менеджеры. И он, ну, просто посидел, мне кажется, в тот момент. Ну, на следующий день там все были уволены и так далее. Ну, непонятно, как там система сейчас настроена. Но просто часто бизнеса не знает, что происходит там внутри. И такие инструменты, когда человек говорит, что нет заявочек, ну, давайте проверим. Ну, то есть уже агентство превратилось в такой, да, консалтинг полноценный. Ну, в аудит бизнеса некоторый такой, да. Залазишь ли ты в CRM-систему, скрипты, продаж? Да, но тут есть разделение между тем, что делает команда, а команда делает только контекст. А я завожу, ну, если мне интересно, а в CRM, скрипты, продаж, можно все это настроить, если, ну, если клиент готов к этому. Для клиента это как бы бонус, или это... Нет, это отдельная услуга, конечно же, отдельная услуга, потому что CRM за 5 минут не настраивается, и менеджеры за 5 минут не начинают разговаривать по скрипту, и вести все данные в CRM-ке. То есть, даже доходит до того, что ты можешь прописать определенные скрипты, то есть, у тебя есть, наверное, уже какие-то примеры успешные, скриптов. Ты понимаешь, очень часто, ну, как, ну, это же просто, когда ты представляешь, но мне кажется, красный свет, Кажется, да. Ну, очень часто вежливость важно ввести, даже если до такого, до самого простого уровня спуститься, вежливость элементарные какие-то вещи, просто люди, такое впечатление, разучились вообще общаться с людьми, да, там, выявление потребностей какой-то на базовом совсем уровне, это не то, что я строю скрипты по продаже инфопродуктов так, чтобы там кого-то закрутить так, чтобы он там купил в любом случае, ага, он сказал вот это, знаешь, как пылесосы Кирби, есть такая книжка адский пылесос, кто не читал, рекомендую, где там менеджеры продают по скриптам и у каждого типа там куча тетрадок, ага, он ответил вот это, открываю вот этот скрипт, но такого, такого я не делаю, просто навожу порядок, ну, я бы это назвала так, то есть на каком-то адекватном уровне. Расскажи, что тебя сейчас вообще вдохновляет, вот, от чего ты получаешь больше энергии, вот, ну, как от того клиента, да, которому ты получил, там, показал результат, может какие-то конкретные кейсы, вот, знаешь, из последнего или вообще, что такого? Ну, конкретные кейсы, это видео, которое вышло вчера, например, ребята, у которых не было ничего, только горячие глаза в 2013 году, там, или в 2014, наверное, в 2014, сейчас у них стоит производство, станки, люди и все остальное, и они тоже периодически говорят, выключите рекламу, пожалуйста, мы не успеваем. Когда к этому относится вообще? Вот, когда говорят, выключите рекламу, мы не успеваем. Я прекрасно понимаю, это показатель того, что все хорошо, и того, что владелец бизнеса в адеквате, он хочет настроить нормально внутри процесс, чтобы предоставлять хороший продукт, а не делать, что попало, ну, знаешь, могут заходить деньги, и владелец бизнеса такой, а, лепим, что попало, пока деньги идут, ну, с теми же ремонтами, или, ну, с чем угодно. Типа, качество падает, и я отношусь нормально к тому, что человек говорит, не, мы соблюдаем качество, и давайте выключать рекламу, и давайте выключать рекламу, ну, то есть это абсолютно, мне лично это абсолютно понятно. Может быть, конечно, специалисту по контексту в агентстве, это не очень понятно, ну, кто, знаешь, просто специалист, он не понимает, что для того, чтобы бизнес вырос, нужно там какие-то другие действия сделать, иногда. Скажи, пожалуйста, вот преимущества, недостатки, на твой взгляд, агентского бизнеса, потому что, ну, мне вот, мне говорил один человек, говорит, что так или иначе, что все равно у клиента жизнь, ну, там, недолго, то есть год, два, три, четыре, если тебе повезет, ты будешь с ним работать, вот, а потом он все равно будет находиться в каких-то поисках и так далее. Веришь ли ты в то, что с клиентом можно клиенты на всю жизнь, да, грубо говоря, как в книге, и веришь ли ты в то, что есть какая-то успешная, правильная модель развития таких вот агентств? Ну, смотри, модель развития агентств, я сконцентрировалась на том, что команда это услуги контекста, исключительно, и в этом плане мы работаем с клиентами с некоторыми с 2010 года, и там, ну, есть клиенты, которым ты настроил один раз контекст, и не нужно его постоянно донастраивать. Это нормально, то, что клиент настроил контекст, повел его три месяца, потом мы честно ему говорим, что, простите, пожалуйста, но тут оптимизации не нужны, и мы тут реально, ну, полезно не будем. Давайте через три месяца мы сделаем такую проверочку, если надо, то мы что-нибудь оптимизируем. И мы вот в таком духе работаем с клиентами очень много лет, получается, то есть мы не берем ежемесячную плату, наверное, если бы мы брали ежемесячную плату именно на постоянной основе, то у нас бы в итоге рушились отношения, клиент бы искал чего-нибудь, какой-нибудь другой волшебной таблетки, а так он видит, что все, ну, суперадекватно, и что, если мы оптимизируем компанию, то потом действительно там позиция или стоимость клика куда-то двигается, сетиары растут и так далее. Как, на твой взгляд, правильно формировать оплату агентства за контекстную рекламу? Давай вот от обратного. Большинство агентств работают по принципу чем больше бюджет, тем больше оплата. Ну, как бы, идея в том, что, скорее всего, чем больше бюджет, тем больше нужно каких-то оперативных работ. Нет, ты понимаешь, чем больше бюджет, тем агентство меньше заинтересовано в оптимизации рекламы, потому что оптимизация рекламы не ведет к снижению бюджета. Но если оно привязано к каким-то показателям, то есть может, бюджет может быть какой угодно, но если показатели будут вот такие. Но опять-таки, сколько времени надо потратить на то, чтобы получить эти показатели? Понимаешь? Но я считаю, что правильная привязка это когда продается время человека, который это делает, или какой-то конкретный результат. Типа у вас была вторая позиция по рублю, мы сделаем первую позицию по рубль 0,5, и вот к этому приведет наша оптимизация. И тебе говорят, давайте, ну и мы говорим, вот столько стоит эта оптимизация, ну в таком духе. Но если говорить о бюджете, я считаю, что это в корне неправильно, потому что есть большие, ну есть компании с большими бюджетами, и у них большая комиссия получается, да, а есть компании с маленькими бюджетами. Получается мелкий бизнес, у которого там бюджет 10 тысяч гривен, им там не уделяют внимания условно, или они потом думают, что им не уделяют внимания. Даже когда клиент заходит в агентство, чуть часто нам говорят, а можно у нас будет маленький бюджет? Я говорю, да, хоть 200 гривен. Меня это вообще не волнует. Комиссию вы нам заплатите все равно наше, ну понимаешь, у нас даже бывает, что комиссия агентства больше, чем бюджет, но клиент получает результат в итоге, и они готовы платить. А если они придут в другое агентство, то, ну возможно, им не будут уделять внимания, там понимаешь, потому что если взять там тысячу гривен, то еще там какой-нибудь процент, ну типа комиссии, то это совсем мало денег и реально не хочется уделять этому времени. Ну я прекрасно понимаю там специалистов по контексту или вообще, ну как это внутри организовано. Поэтому, ну исключительно выполнение задач, мы когда обсуждаем с клиентом, ну как мы обсуждаем задачу, как правильно формулировать, мы говорим, мы оптимизируем вот эту компанию, вот эту компанию, эту сделаем, вот этот инструмент подключим, вот тут будет вот так, вот тут и настроим аналитику, а тут давайте ремаркетинг там в социальных сетях запустим, а тут еще бы вот это сработало, пишем просто список будет стоить вот столько-то. Ну и собственно утверждаем объем работы, то есть мы не говорим, что это там почасовка, вы нам оплатите, пока мы будем пить кофе, ну это сразу кучу вопросов вызывает. Мы говорим, что вот список задач, перечислено, вот это столько это стоит, ну и вот так работаем. Я считаю, что это супер-мега логично, ну неправильно. Ну я знаю, что у тебя есть клиенты, которые, ну грубо говоря, очень долго с тобой работают, там окна, да, у нас, ты даже на тренинге ездила по именно окнам, разбиралась в этой тематике и так далее. И там нужно работать постоянно. Ну да, вот тематика окон, это работа постоянно, потому что это рынок, на котором постоянно идет борьба. Но за там стоимость клика, там новые постоянно инструменты тестируются, ага, что-то вышло, это все бета-тестирования происходят в этом клиенте, потому что, реально, а вышла новая фишка, значит там дешевый клик еще, значит другие оконные компании туда еще не пошли, так сейчас быстренько тестируем, но в таком духе. Очень большая плотность конкуренции, да, очень сильная конкуренция в поиске еще с 2007 года, это был супер-мега пример, еще в то время в пластиковых окнах была самая большая конкуренция. И получается тут важно держать показатели качества аккаунта, CTR, потому что чуть что, ты просаживаешься, и уже стоимость клика принципиально другая в этой нише. Много делали об тестировании? Да, тестирование, и там идет разделение альфа-бета компании, тестирование посадочных страниц, тестирование объявлений, тестирование дополнительных ссылок, ну все, все, все. И в данном случае мы работаем круглый год, даже когда у клиента уже заканчивается вроде бы сезон, когда казалось бы, все, можно типа расслабиться, но нет. Но зимой тоже эти окончики, они активно ищут где заказы взять, и получается, что они никогда, никогда не отдыхают, реально. Насколько я знаю, ты сейчас активно продолжаешь записывать видео для своего канала, да? Да. И расскажи, какой у тебя план по развитию канала, о чем будет дальше видео и все. По развитию канала я вижу, что видео по контекстной рекламе, уроки, how to записывать уже нет смысла, потому что все принципы изложены, и два раза я записала то же самое, ну и по сути ничего не меняется. А если что-то меняется в интерфейсе, есть смысл перезаписывать? Ну ты понимаешь, вот обидно было, когда записала в четырнадцатом году видео, через месяц они там переставили кнопки местами. И так постоянно происходит. И какой смысл? Ну то есть если можно конечно это делать, но реально я говорю одну и ту же информацию, знаешь, ну зачем? Если человеку нужно, он зайдет, разберется. Конечно, встречаются комментаторы типа ой, что-то уроки староваты, ну типа обычно я не обращаю внимания на таких комментаторов, потому что сами они ничего... Но при этом остается поле для каких-то новых ребят, которые хотят тоже, да. Да, которые осваивают, которые учатся, потому что там много, а не только там... Там же суть не в том, что нажмите на вот эту кнопку или на вот эту. Рассказывается очень много принципов вообще, как работает это все дело, да, и как составляется в принципе объявление, какой спрос, предложение, что написать и так далее. И какие вещи работают. Разберется в любом случае. Да. Главное понимать принципы. Да, действительно. И поэтому я буду снимать видео о том, во-первых, интервью с людьми, которые создают классные продукты, чтобы вдохновлять тех, кто сидит в каком-то таком среднем, чем-то, да, в полубелом бизнесе или там делает там ремонты, но криво, и он знает, что он делает их криво, чтобы их вдохновлять, чтобы они делали круто. Буду снимать видео о том, как не выгореть, работая специалистом по контексту, потому что реально срок 2 года, мне кажется, это такой, типа, когда уже специалист все супер знает, и потом кажется, что ну все, типа, ты ничего больше нового не узнаешь, и реально очень многие люди выгорают на этом и начинают уходить вообще из контекста и так далее. У нас все-таки пару инсайтов, как не выгореть, вот что ты думаешь? А как не выгореть, ну вообще считаю, что специалист по контексту это самая интересная в мире работа, потому что ты в формате, как мы работаем. Ты работаешь с владельцем бизнеса, общаешься, ты знаешь, как устроен бизнес, ты знаешь какие-то вещи, которые не знает обычный человек, ты знаешь какие-то там, ну то, из чего состоят там те же окна, то из чего какие-то анкера делаются, ну в общем, какие-то вещи, и в этом интересно разбираться. И если специалист по контексту просто настраивает контекст в интерфейсе, то конечно ты выгоришь, но если ты разбираешься в спросе, предложении, как думает клиент, который это заказывает, какие слова он может... Общаешься с клиентом, да? Ну, с клиентом, пользователю это подать и еще, да? Не только там поисковые запросы запустить, а вообще модель поведения пользователя, который купит этот продукт. И вообще специалист по контексту должен именно так стратегически и думать. Он должен быть еще психологом, да, наверное? Да, 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 да. Это развивается очень сильно. Но он должен быть психологом, он должен понимать как в мире что устроено, то есть это не человек, который жил в клетке, и вот он стал крутым специалистом по контексту, и всю жизнь работал, и получал от этого удовольствия. Но это должен быть все-таки человек с какой-то картиной мира, причем за желанием ее постоянно развивать. Потому что очень часто бывают люди, к которым приходит что-то новое, да, там нужно что-то новое узнать, там, про продукт, чтобы его отрекламировать. И человек закрывается, типа, я и так все знаю, там, или еще что-нибудь, да, и нет вот этого вот исследовательской жилки такой. Но это же очень интересно. Ну и у меня, получается, подобраны ребята такие, которым это интересно, и вот, собственно, мы растем, развиваемся вместе. А получается, что если человек сидит такой, типа, скучный, он уже 5 лет работал в каком-то агентстве, он супер-мупер-специалист по контексту какого-то уровня, да, там у него куча дипломов, выступлений и всего остального, но он потерял вот этот вкус исследования, то это, ну, успеха не будет. Ну, у тебя бывает, что ты устаешь, и я так понимаю, что до сих пор, несмотря на то, что ты работаешь сам на себя, бывают такие периоды, когда тебе надо уехать. Да, взболтать картину мира, я это называю, уехать, посмотреть что-то новое, добавить картинок новых скорее, да, там вот недавно я ездила в Иран, но это было просто побывать за гранью с моего страха. Типа сама в Иран, это было очень интересно, и я приехала очень заряженная на то, чтобы делать, с новой картиной мира, такой обновленной получается, и, конечно, ну, я делаю такие вещи и путешествую для того, чтобы быть заряженной, потому что, ну, меня зажигает только путешествия, только какие-то приключения, только какие-то истории, типа там побывал где-то, ну, не классические путешествия, не в Египте на Красном море с рыбками. Я в Египте ни разу не была. Я понимаю, не буду. Ну, только если там по другим вопросам древней цивилизации, еще что-нибудь, вот это я могу поехать, а Красное море с рыбками вряд ли. Я понял. Спасибо тебе большое, очень классное и интересное интервью. Подписывайтесь обязательно на канал Юлия, ставьте пальцы вверх этому видео. Мы желаем вам хорошего дня, чтобы все было хорошо, делайте качественные продукты, учитесь и учите контекстную рекламу, делайте ее для своего бизнеса. Обращайтесь к Юле. Спасибо, Миша. Подписывайтесь на канал Михаила, смотрите интервью с разными интересными людьми, потому что только, наверное, в интервью можно узнать какие-то инсайты, тем более в такой обстановке, действительно можно узнать у человека что-нибудь такое, ни на конференции, ни в другой обстановке, ни в суперофициальной обстановке, а именно в такой классной обстановке можно узнать подробности, которые никто нигде не расскажет. Обстановка, обстановка. Спасибо большое. Всем пока, до свидания.